С наступлением тёплой погоды учащаются случаи выпадения детей из окон. Единственный способ избежать трагедии – установка специальных защитных устройств и блокирующих замков. Наша съёмочная группа познакомилась с родителями, которые уже позаботились об этом и советуют всем остальным последовать их примеру. Пока мама занята домашними делами, пятилетняя Злата, ловко взобравшись на подоконник, пытается открыть окно. В соседней комнате её младшие братья затеяли такую же игру. Но как бы ни старались дети, реализовать задуманное у них не получилось. В квартире на всех окнах установлены блокираторы. Там стоят, конечно, сетки. И сетка – это мнимая защита, я считаю. Кажется детям, что там это безопасно, можно на неё опереться, но она может упасть в любой момент. Мы заселились в эту квартиру три года назад. На тот момент у нас уже была дочка, ей было около двух лет. И мы сразу поставили блокиратора на окна. Дети – это ценность, это важность, это продолжение нас. И их нужно оберегать, охранять и заботиться о них. С этим наверняка согласны все родители. Но далеко не в каждой квартире окна можно назвать безопасными. Отсюда печальная статистика. В прошлом году в Московской области из окон выпали более 90 детей. И в этом году уже тоже есть жертва. В Подольске двухлетний мальчик на прошлой неделе облокотился на москитную сетку и выпал из окна, когда мама пошла на кухню ставить чайник. Ребёнок погиб. И есть ощущение, что это случится не с нами. И что это происходит, наверное, в неблагополучных семьях. Однако могу утверждать, что по статистике такие трагичные случаи происходят в самых обычных семьях. Установка защитных устройств на окнах – процедура незатратная ни по деньгам, ни по времени. Хотя о каких цифрах может идти речь, когда стоит вопрос о жизни и здоровье собственных детей. Обязательно просто блокираторы, замки, всё что угодно ради безопасности детей.